Мир вам, дорогая Церковь! И знаете, когда мы в Запорожье молимся о мире, то мы молимся так, Господь, благодарим Тебя за те месяцы мира над нашим городом. Но когда я здесь слышу молитвы, благодарим Тебя за утро мирное, то я понимаю, насколько мир, он ценен, насколько это большая ценность. Но особая ценность в жизни христианина – это не просто мирное небо, но это мир, который Христос дает в сердце. И я понимаю, что Господь сегодня готовил это служение. Брат передо мной уже говорил на ту тему, на которую бы я хотел говорить сейчас. И давайте вместе с вами прочитаем второе послание Коринфянам, восьмая глава, с начала этой главы. Второе Коринфянам, восьмая глава, с первого стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. И из седьмого стиха. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других, испытывая искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Большой отрывок, и Павел здесь говорит, приводит в пример македонские церкви, какая дана им благодать. И он говорит то, что условия, в которых они трудились, были трудными. Во-первых, написано то, что это были скорби, великое испытание скорбями. Во-вторых, это была нищета. Павел говорит то, что среди глубокой нищеты они преизобилуют. И вот это их изобилие, оно выражалось в радушии. Радушие. Представьте великие скорби, представьте нищету, но церковь сердцем своим горела, она была радушна. Пришел Павел со своей командой, с братьями, миссионерами, и он не настаивал на то, чтобы они им давали свои дары. Но церковь начала уговаривать, начала просить. И не просто принять материальную помощь, но они отдали также и самих себя. Они выделили братьев, которые были готовы с ними отправляться дальше и служить им. И вот центральный стих, слова, которые я хотел предложить всем нам, это слова, которые записаны в пятом стихе. Павел говорит, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Хотелось бы сегодня говорить об отдаче, об отдаче христианина для Господа. И я думаю, что когда брат или сестра, они служат посвященно и отданно, и жертвенно, то Господь радуется. Я думаю, что когда мы обладаем такой отдачей, то радуемся и мы с вами. Потому что мы друг друга этим самым вдохновляем. Всегда, когда я смотрю на брат или сестру, который, невзирая ни на что, он совершает выбранный труд, я лично вдохновляюсь. Знаете, этого мало радует, вернее, и мир вокруг нас начинает уважать. Это церковь, когда он видит, что верующий человек, он остается верен своему призванию. Как-то брат Бандура, один из ведущих служителей нашего братства, он делился таким примером в своей жизни, когда его призвали в армию, и нужно было принимать присягу, и вот встал вопрос, он сказал, я верующий, я баптист. И вот это таких людей, как он, собрали, и обычно их отправляли в суровые такие части военные. И вот его решили отправить туда подальше, на север. Тогда еще страна наша имела доступ к белым медведям. И вот туда его решили направить. Подошел полковник перед отправкой и говорит, баптист, да, нам такие нужны. То есть даже неверующие люди, они понимали, что верующий человек, который, он остается верен Господу и своим убеждениям в любых обстоятельствах, это человек надежный. Надежный, и даже в мире такой человек, он будет пользоваться определенной степенью доверия, чтобы выполнять какой-то труд. Но, друзья, где взять эту отдачу? Я думаю, любой пресвитер по местной церкви был бы рад, если бы вся церковь единодушно была отданной Господу, стопроцентно. Как этого добиться? Может быть, просто сказать проповедь, и сразу в наших сердцах настанет это изменение, и появится стопроцентная отдача. Что нужно сделать? Где взять жертвенность? И Павел делится этим секретом. Давайте еще раз прочитаем. Павел пишет, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Он говорит, где секрет отдачи? А секрет в том, что нужно отдать, во-первых, самого себя, а во-вторых, Господу. И вот, друзья, давайте посмотрим, я буду смотреть на свое сердце, вы будете смотреть на свое сердце сегодня, что мы отдаем Господу. Отдаем самих себя, или отдаем что-то, что есть у нас, часть какую-то. Знаете, когда находишься дальше туда, к центру нашей страны, то люди так рассуждают, у нас сейчас мир, все спокойно, и вот там на востоке идут военные действия, но если к нам будет приближаться, то мы успеем собрать все, успеем сесть в машину или в поезд и благополучно уехать дальше. Но когда находишься близко здесь, и ты понимаешь, что в принципе ты можешь и не успеть что-то собрать, ты можешь не успеть куда-то уехать, и Господь может допустить что-то очень быстро, то здесь на первую роль выступает, насколько я отдаю самого себя Господу. Насколько я сегодня готов служить Богу, готов предстать пред Ним в любой момент. И вот какие есть причины или мотивации, как верующий человек может посвящать себя Господу. Знаете, многие, они отдают себя Богу из-за страха. Из-за страха, потому что думают, если я попаду в вечность, а Господь спросит с меня, что я делал, а я ничего не делал, то страшно представить, что может быть, какой приговор. И такой человек из-за страха, он что-то делает. И эта мотивация, она действует на определенном этапе, но я думаю, это не то, что Господь хочет видеть от нас. Знаете, один человек возвращался домой, поздно вечером был проливной ливень, и дорога шла через кладбище. Так получилось, что он упал в свежевырытую могилу. Пытался как-то выбраться оттуда, но эта глина, перемешанная с водой, у него ничего не получалось. И вот он пытался, пытался, некоторое время потом успокоился, стал ждать, и вдруг услышал голос, не пытайся, ничего не получится. И как ни странно, у него получилось, через мгновение он был уже наверху. И знаете, вот эта мотивация, страх, да, она работает. Работает, но то ли это, что хочет Господь видеть. Есть другая такая группа людей, которые мотивацией выбирают выгоду себе. То есть, мне будет выгодно, если служить Господу, если отдавать Ему как можно больше. Так рассуждал Соломон в свое время, и его политика была такая. Вокруг много разных стран, и каждая страна может объединиться, может напасть. Как сделать так, чтобы был мир со всеми? И вот Соломон из-за этой выгоды, он избирает такую тактику, чтобы брать себе жены, дочерей вот этих царей. И он набрал себе этих жен, много жен. И вот с каждой страной у него был мир, потому что дочь царя была его женой. Казалось бы, ну, по-светски, это неплохое решение, но мы видим то, что прошло время, и эти жены совратили сердце Соломона на то, чтобы он стал поклоняться идолам. Мы не знаем конец его жизни, но мы знаем то, что Слово Божье свидетельствует о том, что в его жизни произошел такой поворот. И знаете, Писание призывает нас к тому, чтобы мы сразу с первых дней нашего следования за Господом выбрали правильный мотив. Мотив, который бы не позволил нам уклониться в сторону. Мы знаем то, что покаяние, обращение к Богу, это когда Бог требует, чтобы человек полностью повернулся лицом к Богу. А что будет, если повернуться не полностью? Если повернуться не на 180 градусов, а на 179. Казалось бы, мы будем смотреть в том же направлении, но с течением времени вот этот один градус отклонения, он вырастет в такое расстояние, что это уже будет довольно серьезно. Поэтому нам нужно иметь четкий ориентир. И вот Павел пишет, пишет вот этот секрет. Он говорит, если вы хотите иметь полную отдачу, то нужно отдать не что-то из своего, но прежде всего себя, свое сердце. Быть готовыми и служить Богу и духом, и телом. И второй момент – это отдать себя Господу, именно Господу. Не просто какому-то служению, не просто тому, что подошел пресвитер или есть вот сейчас нужда и нужно кому-то этим заниматься. Но вот это посвящение, оно происходит между нами и между Господом лично. И это посвящение, оно начинается с самого начала, когда Господь призывает, как и сейчас Он призывает к тем душам, которые еще не обратились к Богу. Этот призыв звучит – «Обратитесь и придите, посвятите свою жизнь Богу». И Павел пишет – «Господу они отдали самих себя». И это связано с вопросом поклонения. Если в нашем сердце будет правильное истинное поклонение Господу прежде всего, то потом мы будем отдавать и все остальное. Знаете, чуть больше недели назад была возможность быть на конференции в Днепропетровске. Была конференция по всему восточному региону. Там были братья из Донецкой, из Луганской области. И вот пресвитер с Макеевской церкви, он поделился таким, как он сказал, личным откровением из Писания, когда они находятся в тех условиях, таких серьезных. Говорит, «Много мест Писания было мне непонятно, вот одно, как бы Господь прояснил немножко. Вы помните эпизод в Ветхом Завете, когда священник на праздник брал сноб и должен был его потрясать пред лицом Господа. И вот он говорит, такое пришло понимание, что когда священник трусит этот сноб, то что происходит? Падают зерна из него, падают плоды. И вот он говорит, что когда Господь начал трусить, сотрясать церковь, то начал появляться этот плод. И здесь Павел пишет, то что благодать, которая была дана македонским церквям, она была вот именно в таких условиях великих испытаний с корбями. Когда было потрясение извне, тогда они были очень плодоносны, они были богаты радушием, они приносили плод. Второй момент, когда этот сноб потрясаем, тогда так же происходит и очищение. Выпадает оттуда весь вот этот, вся шелуха и так далее. И это тоже второй момент, который, та цель, которую Господь преследует, чтобы церковь очищалась. И этот секрет, который Павел говорит, нужно отдать прежде всего себя на служение Господу. В Днепропетровской церкви, в Центральной, вы помните, когда сгорел их дом молитвы, и они решили отстраивать, уже по новому проекту этот дом. И была нужда в том, чтобы им жертвовали средства на это строительство. И вот жертвовали вначале, потом как-то это прекратилось, стало меньше, и они собрались в церковь решили, что нам делать, не останавливать же стройку. Давайте примем такое решение, что полгода мы будем жертвовать вместо 10% 20%. И церковь согласилась, они полгода жертвовали эти 20%. Потом настал момент, когда основные работы закончились, уже не было нужды такой. И пресвитер сказал, братья и сестры, довольны, не нужно уже жертвовать так много, давайте возвращаться к нашим обычным традициям. Ну, знаете, прошло время, сборы не уменьшились. Они не уменьшились, потому что вот эта привычка посвящать себя Господу, то решение, которое было принято полгода назад, оно уже было. Оно уже закрепилось, и церковь, вот так приняв решение, она поступала дальше. И это решение, оно было перед Господом. И поэтому, друзья, если мы действительно перед Господом принимаем решение, не потому, что нам кто-то сказал, то это решение, оно будет самым твердым, оно будет самым долгим по времени, и оно будет самым плодоносным. Они посвятили себя, прежде всего, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Павел эту же мысль пишет другими словами, когда мы читаем послание к римлянам, 12 главу, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И вот хочется отметить, чтобы у нас была полная отдача Господу, здесь очень важно, чтобы у нас было действительно истинное поклонение, чтобы мы поклонялись Богу всем сердцем. Некоторые считают, что поклонение ограничивается тем, когда мы определенные дни в неделю, часы отводим, чтобы прийти в дом молитвы и здесь прославить Господа. Это тоже поклонение, но оно не ограничивается только этим. Павел говорит, что тела наши отдайте жертву Господу, чтобы понимать, что есть воля Божья. И одни братья, которые проводили семинар по поклонению, они так представили, вот что нам нужно, чтобы в нашей жизни была жертвенность, чтобы была плодоносность. И такую жизнь можно представить в виде дерева, где плоды, это и есть плоды, крона, это наше поведение, ствол, это мышление, а корни, это поклонение. И как брат передо мной говорил, что жаждущие, идите к водам и пейте. И действительно, корни, они должны достигать источника воды живой и питаться от него. И этот источник он в Слове Божьем. И как хорошо мы делаем то, что в наш век, когда море, реки, информации, они буквально хотят войти в наши уши, в наши глаза, в наши сердца, но мы выбираем источник воды живой. И знаете, братья и сестры, я хочу сказать, что это самая надежная защита для нас от разных страхов, от разных сомнений, когда мы черпаем силу и Слово Божье. Это первая задача, чтобы сердце было истинное поклонение. И когда мы черпаем и Слово Божье, тогда мы видим нашего Господа, мы восхищаемся Его делами, как Никодим некогда сказал, говорит, учитель, мы знаем, что ты от Бога, потому что такие дела, которые ты делаешь, человек не может делать, если не будет с ним Бог. И действительно, когда мы читаем Слово Божье, мы видим, насколько Он прекрасен, чудесен, насколько само Его учение, Его Слово, оно чудесно. И знаете, тогда в сердце появляется восхищение Господа. А если есть восхищение, то там будет и признание. А если будет признание, то за Ним должно последовать и смирение перед волей Божьей. Готовность быть Ему послушными. А если есть эта готовность, тогда появится и жертвенность. Поэтому хотелось бы, чтобы эти слова, они запомнились нам. Павел говорит, они отдали самих себя прежде всего Господу, а потом и нам по воле Божьей. Пусть это решение, оно будет между нами и Господом. Пусть каждый человек это решение примет и хранит, хранит его больше всего. И также это решение должен принять и тот, который еще не примирился с Богом. Посвятить себя прежде всего Господу. Я не знаю, есть ли здесь сегодня та душа, которая еще не примирилась с Богом, но Господь зовет и вас. Прежде всего отдайте самих себя Господу, потому что Он обнищал ради нас. И пусть Бог благословит нас в этом, каждого. И сейчас давайте мы прославим его в молитвах наших. Аминь.